Приветствую всех фанатов волейбола! Сегодня мы в очередной раз отправимся на Локомотив-арену, чтобы погрузиться в атмосферу встречи новосибирцев с максимально неудобным соперником, новоуренгойским факелом. Первым делом хочу напомнить, что билеты на следующий матч против МГТУ вы можете найти по ссылке в описании. Сразу предупреждаю, поход на арену в Новосибирске наркотик. Стоит один раз попробовать, остановиться вы не сможете. Как обычно, попрошу подписаться на все мои соцсети, ютуб, группу ВК, в телеграм перейти обязательно, ведь там и конкурс прогнозов, и мое мнение по всем волейбольным событиям. Наливайте чаек или кофеек, приятного аппетита и приятного просмотра. На арену я, конечно же, пришел в кроссовках, которые мне подарил Константин Абаев. Но что бы я делал, если бы Костя не был столь щедр? Я бы перешел на сайт магазина Кроссовер, ведь специально для вас у них есть 4 невероятно крутых предложения. Во-первых, при заказе совершенно любых кроссовок вы получите скидку 2000 рублей, вне зависимости от стоимости самой обуви. Во-вторых, при покупке товаров по промокоду FUNVOLLE24 вы получаете в подарок оригинальные носки НБА, дезодорант для кроссовок и салфетки для ухода за обувью. В-третьих, в телеграм-канале магазина сейчас проходит розыгрыш на 10 победителей, главным призом которого является совершенно любая пара кроссовок. Ну и в-четвертых, если нужной вам модели не оказалось на сайте, то это вообще не проблема. Ведь магазин может привезти ее вам в течение 7 дней благодаря своему уникальному сервису авиадоставки. Слушайте, на мой взгляд это просто невероятные предложения, которыми необходимо воспользоваться, пока они действуют. Еще одна важная информация, все позиции, представленные на сайте, являются исключительно оригинальной продукцией. Все ссылки я оставил в описании и закрепленном комментарии, переходите на сайт, оформляйте покупки и конечно же не забывайте применить промокод, чтобы получить бомбический подарочный набор. Ну а теперь погружаемся в атмосферу локомотив арены. Новосибирский клуб, как обычно, подготовил целый ивент в матч-дэй, на этот раз в рамках декады пожилого человека. У болельщиков была возможность посетить фотозону в уникальном ретро-стиле, насладиться кавер-группой антра, поучаствовать в шоу-программе с ведущим и подарками, а также при предъявлении пенсионного удостоверения зарегистрироваться в беспроигрышной лотереи от партнеров клуба. Кстати, все билеты на матч были проданы. Это неудивительно, ведь факел это именно та команда, которая в прошлом сезоне разрушила все мечты новосибирцев о медалях чемпионата. Встреча с ямальцами стала принципиальной для болельщиков лока. Правда, многие не понимают, что составы клубов кардинально изменились, и таких заруб, как в четвертьфинальной серии, мы вряд ли в ближайшее время увидим, но об этом позже. Давайте с хорошего. Стартовый состав локомотива удивил долгожданным появлением бразильца кубинского происхождения Йоанн Делиала. Также Юрием Бражнюком, который подменил Илья Сокуркаева. По моей информации, у капитана Лока небольшие проблемы со спиной. В остальном же все те, кто решает вопросы в этом сезоне. Состав факела же выглядел обыденно. Ямполов так и не может определиться с основным диагональным, поэтому тасует Корнея Энца и Никиту Морозова от матчу к матчу. В этот раз в старте появился Энц. Первая партия началась с мощного рывка хозяев на подаче диагонального Рожабдибира Шагбан Мирзаева. Отлично вводил мяч в игру диагональный, а в доигровке Лял был хладнокровен и беспощаден. Далее коллективы подарили нам просто потрясающий затяжной розыгрыш. Здесь было все, и отыгрыш от блока, и филигранные скидки, и восхитительные действия в защите. Что уж сказать, без обкатки команды ворвались в это противостояние. Вишенкой же на торте стал великолепный пайп от Марка Ивовича на чистой сетке. Браво Игорь Кобзарь. Йоанн Дилиал продолжил начинание Рожаба. Ну просто пушечная подача. Ямальцы мяч, конечно, через сетку перебросить смогли, но от убийственного гвоздя из четвертой зоны от сербского доигровщика Лока от защищаться было невозможно. Доминируют хозяева на старте встречи, плюс пять на табло. Бразилец сбавил обороты при вводе мяча в игру, но тут же у юных ямальцев немного затряслись руки. Совершенно не получалось забить у подопечных Романа Имполова. А вот Бражнюк с удовольствием вколачивал в третий метр. Трибуны гнали новосибирцев вперед. А Факел как будто и не был против такого расклада событий. Совершенно грустно для гостевой команды протекал первый игровой отрезок. У Локомотива же классно играли все, но немного выделялся Леал. Прямо в огне был Бразилец, и съем красиво оформит на скоростной передаче, и блок поставит. Будем надеяться, травмы обойдут его стороной в этом сезоне. Именно Юанди и завершил страдания гостей в этом сете отличной атакой со второй линии. 25-14, и как же болельщики в Новосибирске поддерживают свою команду. Наверное, никогда не перестану восхищаться этой атмосферой. Локомотив за первый сет умудрился поставить аж 6 удачных блоков, а Факел провалил реализацию атак. 24% это совсем грустно. Из забавного, между сетами Раджа решил поработать в паре с Ильясом Куркаевым, несмотря на то, что обычно это удел запасных. Видимо, диагональный подзамерз на площадке, ведь за сет он получил всего 3 передачи. Отправляемся во второй игровой отрезок, который встречает нас поистине невероятно затяжным розыгрышем. Команды вышли максимально заряженными на борьбу, и совершенно никто не хотел уступать. Отдельно отмечу самоотверженные действия в защите аргентинского либера Факела Сантьяго Данани. Наслаждаемся. В составе хозяев продолжил феерить бразильский доигровщик. Подача у него действительно летела как из пушки. Ну и на фриболлах Кобзарь не стеснялся задействовать Юанди в комбинации пайп. Но защита Факела включилась на 150%. Данани был просто бесподобен. Очередной длительный розыгрыш имени аргентинца. Кобзарь тут, конечно, погорячился с решением. Сет проходил в максимально плотной и равной борьбе, но с небольшим преимуществом локомотива. Ямальцам постоянно приходилось догонять, что, конечно, психологически сложно для столь юной команды. И на подачах Юрия Бражнюка в середине игрового отрезка хозяева сумели оформить вполне комфортный отрыв в 4 очка. Неужели в этом сете мы не увидим равной концовки? Точно так же подумали и новосибирцы, немного сбавив напор на своего соперника, за что тут же были наказаны. От преимущества осталось всего 1 очко, как же так? Но на авансцену вернулся новичок локомотива. Сначала Лял блоком оформил съем, не давая ямальцам возможности сравнять счет, затем Пайпом принес 2 сетбола. Точку же в партии поставил блок Раджаба на Виталий Дикареве в центре сетки 25-22-2-0. Очевидно, что во втором сете процент реализации атак ямальцы подняли, что позволило им на равных биться весь игровой отрезок. Правда не хватило вариативности связующих, если у Кобзаря получилось достаточно равномерно распределить нагрузку между всеми нападающими, то что Херауда, что Вышников сваливались на игру через края, по сути игнорируя центр сетки. Давайте посмотрим, сделают ли какие-то выводы связующих факелов в сете под номером 3. Пока на поставленный вопрос ответить сложно, ведь мяч до них просто не доходит. Эй, слызика и плюс 3 локомотива. Болельщики просто неистово гнали свою команду к победе в трех сетах, надрывая голосовые связки, но ямальцы и не планировали сдаваться. А вот еще один кандидат, вернувшийся с актерских проб. Я уверен, вышедший на площадку Никита Крот, роль Нео из Матрицы получил бы 100%. Давайте еще раз посмотрим, ну филигранный же у ворот от мяча. Немного заигрываться стал Игорь Кобзер, слишком уж часто пытаясь собственноручно заработать очко в не самых выгодных для него ситуациях. А тем временем факел, который казалось бы безнадежно отступал, подобрался вплотную. Константинов отправил на скамейку своего основного дирижера, выпустив на площадку Вадима Ажиганова и дело пошло. На подачах Марка Ивича хозяева вернули себе четырехочковое преимущество после классной защиты Сергея Милкозерова от атаки на чистой сетке Виталия Дикарева. Великолепный эпизод, кайфуем атмосферой на трибунах. В следующем же розыгрыше Дмитрий Лызик имел все шансы добить еле дышащих представителей Севера, но каким-то образом умудрился не попасть в площадку. И вот вместо плюс пять Лока имеет всего плюс три, неужели это станет переломным моментом всего матча? Ну нет, слишком уж разный класс у игроков стоящих друг напротив друга, Локомотив уверенно довел этот сет, а с ним матч до победы. 25-18, 3-0. Самым результативным игроком встречи стал Василий Капранов, набравший 15 очков. Протокол матча на экранах ваших устройств. Изучаем и двигаемся к итогам. В завершении хочется в очередной раз поблагодарить волейбольный клуб Локомотив за возможность хотя бы попытаться погрузить вас в незабываемую атмосферу Локомотив-арены. Не забывайте приобретать билеты на следующую встречу у соперника команда МГТУ. Несмотря на то, что коллектив является явным аутсайдером, я уверен, что в этом матче будет на что посмотреть. По поводу же прошедшей встречи с Пакелом, я думаю, уже можно официально заявить. Ямальцы перестали быть неудобным соперником для Лока, а этому свидетельствуют две подряд сухие победы. Уровень исполнителей слишком разнится, очень жду встреч новосибирцев с командами из топ-4, чтобы понять, насколько конкурентоспособны железнодорожники в этом году. Как думаете, получится ли у банды Константинова забраться на пьедестал? Ваше мнение жду в комментариях. Как обычно, попрошу подписаться на все мои соцсети, ютуб, группу ВК, лайк поставить и в телеграм перейти. Огромное спасибо за просмотр и вашу поддержку. Всегда рад пообщаться с вами вживую, это бездумно мотивирует продолжать раку. Ну все, на этом я думаю закончим. С вами был Григорий Никифоров, такой же как и вы, фанат волейбола. До скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok